Кроме Одинцовцев, в работе экспертной дискуссионной площадки «Открытая трибуна» приняли участие школьники из Кубинки, Голицына и Барвихи. Во время беседы общественники отметили, что занятые выдумыванием очередных нападок на Россию мировые державы забывают об огромной роли, которую наша страна играла и продолжает играть в мировой истории. В 20 веке наша страна совершила два великих дела для всего человечества и для всего мира, которые имеют неприходящее значение, потому что это вклад в историю всего человечества и в достижения наших. Это победа в Великой Отечественной войне, победа над фашизмом, над коричневой чумой и это прорыв в космос. Принято считать, что отношения России и ряда западных стран резко ухудшились после марта 2014 года, в то время как в Киеве уже шли уличные бои, жители полуострова Крым решили пойти своим путем. Не дожидаясь, пока обещанные поезда дружбы приедут к ним, крымчане вывели на улицы вооруженные патрули и обратились к местным властям. 16 марта прошел исторический референдум, по результатам которого полуостров вернулся в состав России. Воле изъявления, казалось, не должно было оставить никаких вопросов к легитимности выбора людей. За воссоединение с нашей страной проголосовали более 96% голосовавших. Большинство стран Азии, Ближнего и Среднего Востока восприняли новость нейтрально, чего нельзя сказать о западных государствах. Поток критики, обрушившихся на сделавших свой выбор жителей Крыма, недвусмысленно свидетельствовал. Старый свет и Соединенные Штаты в ярости. Это глобальная атака, которая сейчас ведется на разум подрастающего поколения, безусловно требует адекватной оценки со стороны нашего общества, наших россиян и позиционирования правильных ценностей, как моральных, так и материальных. После крымских событий в отношении России ввели экономические санкции, цель которых конкретно озвучена. Россия должна вернуть Крым Украине. Мы не должны забывать, что этот акт передачи Крыма поставил под угрозу послевоенный порядок в Европе. Мы не успокоимся до тех пор, пока не будут полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины. В отношении послевоенного порядка и порядочности вообще западные лидеры демонстрируют удивительную гибкость. С большим возмущением власти США относились к тому, как во время осетинского конфликта 2008 года русские миротворцы, по которым стреляли прямой наводкой, защищали себя. При этом их не смутили действия грузинской стороны. По заключению Международной комиссии по расследованию обстоятельств войны, именно Тбилиси несет ответственность за начало конфликта. Подобную же маневренность западные страны демонстрировали во время оправдания собственных вторжений в Сербию, Ирак, Афганистан, Ливию и многие другие страны. Годы идут, а риторика отдельных стран остается прежней. Во всех бедах и конфликтах в любой точке мира виновата Россия. Опровергнуть эти тезисы вызвались общественники и преподаватели вузов Московской области. Площадкой стал Одинцовский шестой лицей. Они сегодня приехали и рассказывают ребятам аналитически хороший материал о том, как нас любят и как нас не любят во всем мире, как русский человек закаляется в своей патриотической борьбе. Выступающие отметили, что сегодня многие россияне переживают не столько из-за материальных трудностей, вызванных санкциями, сколько из-за того, как далеко могут зайти наши так называемые западные партнеры. В России еще жива память о Второй мировой войне и десятках региональных конфликтов, последовавших за ней. Всем им предшествовала напряженность в международных отношениях и нежелание лидеров стран прислушиваться друг к другу. Нечто подобное можно наблюдать и сегодня, а потому государство хочет быть уверенным, что наши дети, от которых зависит будущее страны, понимают, что происходит в мире. Если мы увидим интерес детей, я думаю, что мы в дальнейшем продолжим. Это будет не только тема патриотизма. У нас любые темы мы можем поднять на сегодняшний день, что интересует детей. Я думаю, что у нас дети все талантливы. Но нам бы хотелось, чтобы каждый из них открылся по-своему. Многие учебные заведения Одинцовского района предложили себя в качестве площадок для подобных дискуссионных собраний. Воспитанию молодого поколения сегодня уделяется особое внимание. И активность ребят в спортивной, культурной и политической жизни страны дает надежду на то, что воспитание это себя оправдывает. Святослав Савенков, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцово. Святослав Савенков, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцово. Продолжение следует...